Весеннюю часть чемпионата страны Крылья Советов начинают в Мордовии. Самарские паралимпийцы привезли с чемпионата России 11 медалей. Баскетболист Самары сыграл в матче молодых звезд. Самарец сыграл в первом матче молодых звезд российского баскетбола. В Москве на паркет вышли две сборные команды – Единой молодежной лиги и Ассоциации студенческого баскетбола. В основной состав сборной единой лиги попал и нападающий Самары Даниил Сенегубов. За него проголосовали тренеры команд-конкурентов. В премьерном матче Волжанин набрал 4 очка, сделал 3 подбора, дал передачу и отметился блокшотом. В итоге сборная единой лиги, благодаря результативной игре Сенегубова, победила Ассоциацию студенческого баскетбола со счетом 74-69. И еще одна убедительная победа самарцев, но уже на счету паралимпийцев. В Подмосковье завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде для лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата. На дорожке вышли более 150 спортсменов из 33 регионов. В этой гонке сборная Самарской области выиграла 11 медалей. Три золотые, семь серебряных и одну бронзовую. Сергей Сухарев на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем стал чемпионом. Попутно установил два новых рекорда страны. Вячеслав Ленский на 100-метровке финишировал тоже первым. А вот на комбинированную эстафету 4 по 100 сил самарцам, чтобы стать национальными чемпионами, не хватило. Они заняли третье место. В первые весенние выходные стартует вторая часть чемпионата страны по футболу. Крылья Совета в первый матч проведут в Саранске 5 марта. Хотя по регламенту соревнования игра должна была пройти на родном стадионе, но поле Металлурга пока не соответствует стандартам Премьер-лиги. Поддержать любимую команду в Мордовию поедут более 200 болельщиков на шести автобусах. Первый соперник Крыльев в 19-м туре – один из лидеров Премьер-лиги клуб Ростов. Он занимает второе место. Советы 12-е. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.